Уважаемые студенты школы блогера! Всем гигантский приветик! Я Штукенция и в этом видео я вам покажу 5 шагов к вашему первому видео. Я гарантирую, что после просмотра этого ролика ты пойдешь и заснимешь крутой видос, который покорит Ютуб. Первый этап. Нужно придумать идею для вашего видео. Предлагаю взять блокнотик и ручку и начать записывать буквально все, что приходит вам в голову. DIY! А также вы можете посмотреть под этим видео в комментариях. Там будут перечислены самые крутые идеи, которые приходят в голову нашим ученикам школы блогера. И тоже можете взять что-нибудь себе на заметку. Шаг номер 2. Надо выбрать. Какую же идею снимать в итоге? Как же выбирать идеи? Ну, конечно же, по собственному настроению и желанию. Просто к чему лежит душа, то и снимаем прямо сейчас. Шаг номер 3. Нам потребуется реквизит для съемки видео. Это могут быть предметы, которые вы будете держать в руках. А также, конечно же, это будет оборудование, на которое вы будете снимать видео. Вам может понадобиться камера. У меня, кстати, это Canon 700D и микрофон Rode. Но, может быть, лучше взять мобильный телефон. Это же проще. Да, кстати, к мобильному телефону еще пригодится штатив или паучок-тренога. И, конечно же, нам понадобится внешний микрофончик. Без него никак. Это, кстати, мой самый любимый микрофончик. У меня есть на него даже отдельное видео со ссылочкой, где я его приобрела. Очень классная вещь. Четвертый пункт. Нужно, собственно, снять само видео. Медведь! А? Не стесняйтесь обращаться к вашим друзьям и знакомым за помощью. Поддержишь мне камеру? Давай. А теперь пару крутых советов о том, как же снимать ваше первое видео. Во-первых, найдите какой-нибудь прикольный фон. Ну, такой однородный и в то же время интересный. И отойдите от него подальше. Вот как я сейчас. Тогда этот фон будет немножечко сзади в небольшом расфокусе. И это выглядит красиво. Смотрите прямо в глазок камеры, а не на свое отражение в телефоне или вообще куда-то вниз или вбок. всегда снимайте немножко больше материала, чем вам на самом деле нужно. Вы же потом можете все это смонтировать. Думаешь, переснять? Также показывайте environment, который вас окружает, и крупные детали. Ой, ребят, не будьте слишком большими... Слишком большими перфекционистами. Не пытайтесь сделать идеальное видео. Сделайте какое-нибудь видео. Ну, просто какое-нибудь первое видео, чтобы оно вышло. Ну, что же, остался пятый шаг на пути к вашему первому видео. Эй, штукенца, а монтировать кто? Пингвин будет? Ну, что самое главное на монтаже, это, конечно же, подкрутить яркость, если у вас видео блеклое, вырезать лишние моменты, вставить прикольные переходы или какие-то эффекты. В целом, монтаж, это, конечно, отдельная история. У нас есть про это тоже отдельные уроки. И там мы обсуждаем и приложение для монтажа, и как монтировать. Но если еще есть какие-то вопросы по монтажу, конечно же, спрашивайте в комментариях. Нужно его загрузить и выложить на YouTube. Я не хочу, не хочу, пожалуйста, у меня стыдно ужасное видео. Давайте вопросом удалим, его не было, я ничего не снимала, нет! И, конечно, дико-дико-дико страшно взять и выложить его на YouTube. Я прекрасно это понимаю. Но, знаете, ребят, лучше выложить свое первое видео, и пусть вам оно кажется позорным, пусть оно вам кажется ужасным, хуже всех и так далее, но пройдет время, и потом вы будете сами умиляться тому, какое прикольное видео вы сняли. А может быть, будете краснеть и снимать видео про то, какое ужасное у вас было первое видео. Да, у многих популярных блогеров это именно так, и, по-моему, это очень круто и ржачно. Ну что ж, друзьяшки, я уверена, у вас получится снять первое видео и выложить его на YouTube. Если это так, напиши в комментариях. Я побегу смотреть, что у тебя получилось. Это дико интересно. До скорых встреч! Увидимся на канале Школа Блогера. Пока!